Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И сегодня я собираюсь решить одну школьную задачку из тех, что решают в физмат-классах. А потом поставить опыт и сравнить результаты теоретического расчета с результатами эксперимента, чего в физмат-классах обычно не делают из-за нехватки времени. А задачка формулируется так. Имеются два небольших блока и на них висит вот такая система из нити и грузов. Центральный груз массы 2м, а боковые грузы массой м каждый. Все это дело поддерживается центральной нитью, а потом эта нить убирается, центральный груз падает вниз, боковые поднимаются вверх и спрашивается, какую предельную скорость приобретет центральный груз в этой системе. И вы можете порешать эту задачу самостоятельно, а потом посмотреть на то, как я ее буду решать и на то, что я буду делать дальше. Нас спрашивают про конечную скорость груза. И поэтому я не буду выписывать уравнение движения, но сразу же воспользуюсь законом сохранения энергии. Нити, на которых висят боковые грузы, я буду считать достаточно длинными по сравнению с расстоянием между блоками. И пусть боковые грузы поднимутся вверх на длину боковых нитей. Если бы блоки стояли вплотную друг к другу, центральный груз опустился бы вниз на такую же длину, и потенциальная энергия системы не изменилась бы, потому что масса центрального груза равна 2М, и масса боковых груза в сумме тоже равны 2М. А за счет разнесенности блоков на расстоянии 2Л, центральный груз дополнительно опустится на расстоянии Л. И поэтому потенциальная энергия системы уменьшится на величину 2МЖЛ. И эта потенциальная энергия перейдет в кинетическую, равную 4М умножить на V2. Из этого уравнения я нахожу предельную скорость V, равную квадратному корню из ЖЛ. И задача решена. А теперь я собираюсь перейти к эксперименту. Но прежде я хочу напомнить, что наш проект поддерживается исключительно любителями физики, которым относится и компания сети Эйр. И поддержать нас финансово вы можете по ссылочке, которая указана внизу под роликом. А теперь я достаю вот это устройство. Здесь по центру висит груз массой 100 граммов, по краям грузы массой 50 граммов. Можно привести все в состояние готовности. Отпустить. Заснять на скоростную камеру и оцифровать. И уже здесь хорошо видно, по интервалам между соседними крестиками, что центральный груз очень быстро разгоняется, а дальше начинает спускаться равномерно. Вот график зависимости пройденного расстояния от времени, по которому устанавливается предельная скорость спуска, равная 0,88 метра в секунду. А теперь надо этот экспериментальный результат сравнить с предсказаниями теории. И расчетная теоретическая скорость оказывается равной 99 сантиметрам в секунду. Заметно больше. Но вообще-то здесь надо сравнивать даже не скорости, а кинетические энергии, то есть квадраты скоростей. И оказывается, что экспериментальная кинетическая энергия составляет только 79 процентов от теоретической расчетной. Ну, а стало быть, 21 процент энергии где-то теряется. И мы должны спросить себя, где именно? И для начала я смотрю на ролики этой установки. Конечно, часть исходной потенциальной энергии грузов переходит не только в их кинетическую энергию, но и в кинетическую энергию вращения роликов. Однако масса этих двух роликов составляет меньше 4 граммов. Это меньше 2 процентов от массы грузов. И стоят здесь специальные суперподшипники. Так что потери на трение в этих подшипниках опять же не могут составлять 20 процентов. И есть еще один фактор. Это конечный диаметр роликов. Ну, опять-таки, моя оценка говорит, что там если что-то и теряется в расчетах, то это порядка 2 процентов, не больше. Так что ролики не являются причиной столь заметной потери кинетической энергии. Может быть, дело тогда в том, что груз при этом отпускании не разгоняется внизу до конца. Но нет, на графике мы видим, что выход на асимптоту происходит довольно рано, на расстояниях порядка половины расстояния между роликами. и дальше скорость уже не будет наращиваться, даже если нити сделать гораздо длиннее. Дальше у меня возникло еще одно предположение. Может быть, я держу нитку сверху за слишком длинный конец и притормаживаю ее на старте. И тогда я специально стал держаться за самый кончик, но ничего нового у меня не получилось. Все те же скорости порядка 86-88 сантиметров в секунду. И на этом мои предположения исчерпались. Я вижу, что результаты эксперимента близки к предсказанию теории, но разность между ними я объяснить не могу. Может быть, у вас есть какие-то соображения на этот счет? Если да, пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. И спасибо вам за внимание!